Трежда уникальные выборы на Украине. Почему с новым президентом будет только хуже? Колумнист-спутник, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко проанализировал итоги первого тура президентских выборов на Украине. Президентские выборы на Украине можно назвать трежда уникальными. Во-первых, они проходят в условиях гражданской войны. Выборы 2014 года проводились в момент, когда эта война только стартовала. Большинство избирателей надеялись, что это недоразумение, которое быстро закончится, верили обещаниям Порошенко обеспечить мир сразу после своего избрания. Сейчас идет пятый год войны. Порошенко уже никто не верит, но он умудряется всерьез претендовать на выход во второй тур. Во-вторых, несмотря на то, что выборы проходят во время гражданской войны, они глубоко конкурентны. Только эта конкуренция не программ, не политиков. Это конкуренция фальсификаций. Я не помню случая, чтобы к 9 утра на следующий день после выборов электронная система Центра избиркома выдавала данные по 50% обработанных протоколов участковых комиссий. Как свидетельствует практика, оспорить эти данные без силового воздействия на государственную власть нереально. В-третьих, впервые два фаворита политических монстра сражаются за второе место, чтобы попасть в второй тур. Лидер – политический новичок комик Зеленский. Порошенко и Тимошенко удобнее далее встретиться с ним, а не друг с другом. То есть, в результате вытеснения Майданом сил антимайдана из активной политики, борьба разворачивается между инфернальным злом и его гротескным отражением. Но при всей уникальности идущих украинских выборов, они все же стандартны до оскомены. Стандартны настолько, что количество стандарта переходит в новое качество, создавая новую сюрреалистическую реальность. Все обманули всех. Украинские политики всегда обманывали друг друга. Заключая любые договоры и соглашения, они еще до согласования всех позиций уже знали, когда и как собираются их нарушить. Однако раньше, если уж соглашения заключались, то какое-то время, чаще всего весьма короткое, соблюдались. Ввиду наличия общего интереса, уничтожить общего политического конкурента или отнять чей-то прибыльный бизнес. Сейчас же все договорились со всеми обо всем заранее. Все всех обманули и каждый играет свою игру в абсолютном хаосе, попутно ведя переговоры о новых соглашениях, которые никто не собирается выполнять. Первой жертвой договорного хаоса пала Юлия Тимошенко. Она политик жесткий, всегда готова на риск и практически всегда идет до конца. Один раз в президентстве Януковича эта особенность уже завела ее в тюрьму. Но, как и все украинские политики, Юлия Владимировна мыслит линейно. Когда она договаривалась с Игорем Коломойским о совместной борьбе против Порошенко, она резонно считала, что противоречия между ними возникнут только после того, как Порошенко не выйдет во второй тур. То есть, вплоть до второго тура президентских выборов, а то и до инаугурации нового главы государства, неприятности от Коломойского она не ожидала. Но у Игоря Валерьевича не только имидж обаятельного бандита, он едва ли не единственный из украинских олигархов, обладающий чувством юмора. Он человек плохо образованный, зато нестандартно мыслящий. Поэтому его несложные в целом схемы всегда загоняют в тупик его украинских коллег по олигархическому ремеслу. Просто у Коломойского всегда бывает три варианта действий там, где они видят только один. Как представляется, сейчас Коломойский, не разрывая договоренности с Юлией Спакойно, договорился с Порошенко о том, что голоса тот будет отбирать не у Зеленского, а у Тимошенко, и даже помог ему, купив значительную часть тимошенковских штабов. В результате, когда начался подсчет голосов, выяснилось, что в большинстве подконтрольных избирательных комиссий Тимошенко банально предали. Скорее всего, кроты есть и в ее центральном штабе, но это в принципе не важно. Поменять ситуацию на местах они уже не в силах. Юлия Владимировна, как было сказано выше, не тот человек, который сдается. Она и сейчас бьется отчаянно за призрачные, но все же шансы обойти Порошенко и пробиться во второй тур. Но легитимация ее гипотетического второго места всецело зависит от поддержки Коломойского. Не исключено, что Игорь Валерьевич решит еще раз сменить сторону в этой игре. Впрочем, об этом мы узнаем еще до наступления вечера. Будет только хуже. Единственный безупречно верный вывод, который позволяет нам сделать вся эта борьба пауков в банке. Кто бы ни стал очередным президентом Украины, народу и стране лучше не будет. Независимо от фамилии нового, старого, главы государства у власти останутся те же силы, которые руководят Украиной последние пять лет. Не случайно каждый кандидат обладает полным джентльменским набором из олигархической группы поддержки и опоры на одно или несколько силовых структур и собственных боевиков, пытающихся задавать тон на улицах. С чем столкнется новый президент? Во-первых, как я уже говорил, необходимо будет расплатиться с теми, кто его поддержал и привел к власти. В условиях полного обнищения населения, разрушения экономики и неспособности сформировать бюджет без иностранных кредитов расплатиться можно только передав под контроль немногие оставшиеся доходными государственные должности, таможня, прокуратура, налоговая и устроив очередной передел собственности в пользу победителей. То есть отъемы побежденных всех сколько-нибудь стоящих предприятий. Понятно, что в таких условиях напряжение в обществе возрастет, ненависть народа к власти усилится, а опасность срыва внутриэлитного конфликта в силовой сценарию увеличится. Во-вторых, по данным украинских властей, практически полностью разрушена инфраструктура государства. Износ железнодорожного полотна достиг 50%. По официальным данным, вагонный парк изношен на 80%. Более 60% мостов требует срочного ремонта. Аналогичная ситуация с шоссейными дорогами. Изношено свыше 80% коммунальных сетей, свыше 60% газопроводов, свыше 80% основных фондов промышленности. Уже в апреле около 40 водоканалов могут прекратить работу из-за долгов. Будут отключены от электроэнергии. Долговая проблема в рамках действующей системы, из которой деньги вымывает повальная коррупция, вообще нерешаема. То есть экономического улучшения ждать не приходится. В-третьих, за последние 5 лет свыше 10 миллионов трудоспособных граждан Украины покинули родину, отправившись на заработки в ЕС и в Россию. В 2018 году социологи отметили тенденцию к вывозу ранее уехавшими гражданами семей. То есть они уже не рассчитывают на возвращение в обозримом будущем. Ухудшение экономической ситуации, с одной стороны, приводит к усилению стремления к эмиграции. Свыше 70% граждан заявляют о своем желании так или иначе покинуть Украину. Однако реализовать это желание могут не все. С исчерпанием квалифицированных кадров шансы найти работу за рубежом у эмигрантов с Украины снижаются, и все больше их число остается дома, маргинализируясь и пополняя ряды боевиков и откровенных бандитов. С каждым днем ситуация становится все менее контролируемой. Таким образом, после так называемых мерных легитимных выборов нового президента, Украину ждет обвальное ухудшение социально-экономической ситуации. Причем противоречия все менее разрешимы, а шансы на стабилизацию регулярной государственности хоть на каком-нибудь, пусть и очень низком уровне, все мизернее. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для спутник Грузия. Трежды уникальные выборы на Украине. Почему с новым президентом будет только хуже? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова